Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Четверо полицейских погибли на Алтае. Следователи раскрыли детали трагедии. Бизнесмен, безработный юрист, пенсионер. Кто они? Кандидаты на должность мэра Барнаула. Иллюминация фигуры, елки, гирлянда на улицах города. Нравятся ли они барнаульцам? Синие и белое, а другие цветов, что не существуют. Однообразная цветовая гамма. Можно больше не добавить красочные. Президенты на должность главы Барнаула определились. Те, кто выдвинул свои кандидатуры, должны представить проект развития города. После специальная комиссия проведет с каждым собеседование. А уже из числа отобранных комиссий городские депутаты утвердят нового главу. Расскажем коротко о каждом претенденте. Откровенно говоря, нам было непросто отыскать даже фотографии некоторых из них. Алексей Скасырский, кандидат от ЛДПР. По его собственным словам, один из акцентов на посту мэра будет делать на развитие сельхозперерабатывающих предприятий, чем Барнаулы славился в начале своей истории. Артем Зеров, 29 лет, самый молодой претендент. Член Краевой общественной палаты, член Молодежного парламента Алтайского края нескольких созывов. Председатель общественной организации «Молодые патриоты Алтая». Владимир Барсуков в третий раз подал документы на конкурс сети-менеджера. До этого, в 2010 и 2015 годах. Известно, что был менеджером Барнаульского шинного завода. В предыдущую предконкурсную гонку СМИ представляли его как предпринимателя. Сейчас в комиссии назвали пенсионером. Вячеслав Франк в данный момент первый замглавы администрации города. Кстати, его кандидатуру поддержала общественная палата Барнаула. В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. Елена Хрусталева – кандидат от КПРФ, депутат городской думы, доктор медицинских наук, профессор медуниверситета. Планирует проводить индустриализацию города, привлекать инвестиции в производство, создавать рабочие места. Алексей Шипунов – временно безработный юрист. Впервые подает документы на пост мэра. Василий Часовских – самый возрастной кандидат, ему 71. Он пенсионер. В 2017-м участвовал в выборах главы БИСКО, но проиграл. Сергей Шумов – известный в крае бизнесмен, топ-менеджер, сейчас руководит собственной компанией. Ранее занимал пост гендиректора Барнаульского водоканала, был замом гендиректора Барнаулка обстроя. Ну и, наконец, Андрей Крылов – предприниматель и бывший глава партии «Роста». В сентябре прошлого года Крылов участвовал в выборах губернатора Алтайского края. Напомним, что конкурс состоится 6 февраля. В этот день комиссия определится с кандидатами, которых рекомендуют для избрания на пост. А уже 14 февраля, в день всех влюбленных, на сессии городские депутаты определят, кто же станет городоначальником. Продолжим. Пять человек погибли в ДТП в Аллейском районе между селами Урюпина и Красный Яр. Авария произошла в результате столкновения Тойоты автомобиля ВАЗ-21074. По данным следствия, водитель Тойоты, совершая обгон, выехал навстречу и допустил столкновение со служебной машиной, в которой находилось пять сотрудников полиции. Четверо из них скончались на месте, один госпитализирован. Также погиб пассажир Тойоты. Водитель, который выехал на встречную полосу, выжил. Сейчас он находится в больнице. Несколько часов на месте работали следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Изъяты значимые для следствия доказательства, а также запись с видеорегистратора. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела предстоит установить качество организации дорожного движения на данном участке трассы, где произошло дорожное транспортное происшествие. Разработать меры против продажи снился детям на территории края. Такое поручение дал Виктор Томенко Краевой антинаркотической комиссии. Об этом он написал в своем инстаграме. Цитирую. В нашем регионе недавно пострадал ребенок. Необходимо оградить детей от этой отравы. Обращаясь к предпринимателям, уберите жевательный табак из продажи. Губернатор имеет в виду случай в Заринске. В ноябре у школьника остановилось сердце во время урока. Это произошло после употребления снюса жевательного табака с высоким содержанием никотина. Напомним, накануне на сессии АКЗС руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова попросила Томенко последовать примеру губернатора Ульяновской области. Тот подписал распоряжение, которое запрещает продавать снюсы и подобные смеси в регионе. В Барнауле на подиум вышли предприниматели. Случилось это впервые в истории благодаря Алтайскому фонду малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены социальной сферы встретились с потенциальными инвесторами и рассказали о своих проектах. Подробнее в сюжете Дарья Демиллер. 11 бизнесменов, 24 инвестора. На повестке дня социальное предпринимательство. Сейчас это главный тренд в маркетинге. Проекты на суд инвесторам привезли разные. Образовательные центры для детей и взрослых, производство головных уборов для людей, потерявших волосы, площадки семейного отдыха, школа кино, центр социального обслуживания. Позиционируем себя как компания, которая осуществляет качественный профессиональный уход. То есть мы ухаживаем за людьми, которые не могут выйти из дома. Встреча инвесторов и социальных предпринимателей – событие уникальное. Это своего рода пилотный проект. О нем мечтали 6 лет. Еще 6 месяцев готовились. Среди потенциальных инвесторов – представители банков, власти, бизнеса и частные лица. Потенциальное предпринимательство без личного отношения невозможно прийти. Да, действительно, этот бизнес не особо рентабельный. Но если его грамотно выстроить, если правительство, если администрация территории будет обращать на этот бизнес внимание, привлекать и поддерживать этот бизнес, то он вполне себе живучий и, так скажем, перспектива его достаточно светлая. Организаторы отмечают, что пилотный проект состоялся. Для инвесторов социальный бизнес стал более понятным. Предприниматели же на деле поняли, как общаться с инвесторами. Организаторы увидели сильные и слабые стороны проекта. Все это учтется при подготовке инвестиционного подиума в следующем году. Нарина Миллер, Алексей Фризин. День с толком. Барнаул активно окрушает к Новому году иллюминации светящейся фигуры практически на каждом шагу. Все выполнено примерно в одном и том же стиле и цветовой гамме. Мы решили спросить у барнаульцев, нравится ли им, как оформили город к Новому году. Барнаул вообще красивый город. Любое место оно красивое. На первое место в больнице. Только что увидела это. Ну, конечно, в Москве поинтереснее будет. А вы из Москвы? Нет. Просто видела, как Москва украшена. Ну, вот это я первый раз вижу, чтобы вот так было красиво. А вообще по сравнению, допустим, с прошлым годом у нас? С прошлым годом? Я, честно говоря, плохо помню. Но в этом году вам нравится все? Да, красиво. Хотелось бы еще лучше. Ну, может, было получше. А получше, например? Какие у вас идеи? Цветовая гамма как-то однообразная. Синяя и белая, а других цветов, что не существует. Как бы однообразная цветовая гамма. Можно больше не добавить красочнее. Однозначно. Предпраздничная атмосфера, она создает и настроение. И хочется побольше встреч с друзьями, с хорошими людьми. Барнаульцы отметили несколько мест. Это нулевой километр, улица Молотобольска, площади Сахарова и Октября. Да и в целом, горожане считают, что в этом году город стал гораздо наряднее. Кстати, уже в эту субботу официально откроется елка на Молотобольской. А вот на площади Сахарова открытие запланировано на 28 декабря. А мы напоминаем, что наш телеканал и программа «Животных ко мне» запустила предновогоднюю акцию помощники Санты. Мы собираем корм и средства для приюта животных «Бусинка». Сейчас в «Бусинке» живут 400 кошек и 38 собак. На их питание уходит больше 17 килограммов корма ежедневно. А цена одного килограмма сухого корма – 350 рублей. В приюте закупают качественное питание, потому что многие животные больны. Мы перепробовали разные корма. Когда мы начинали, мы пробовали и эконом, и премиум корм. К сожалению, мы полностью отказались от эконом, потому что расход больше, качество жизни животного хуже. То есть это и шерсть, и проблемы со здоровьем начинаются. Чтобы помочь кошкам и собакам, можно приносить корм в нашу редакцию по адресу короленко51. А можно купить фирменные стикеры за 20 рублей в любой точке кофеин «Кеннеди», «Серенуар» и «Тревелос Кофе». Первую партию стикеров уже раскупили. До конца акции осталось ровно 7 дней. Она продлится до 27 декабря. А в эти выходные в Барнауле пройдет грандиозное событие в мире кунг-фу. В краевой столице откроется международный турнир «Путь дракона». Он посвящен 79-летию со дня рождения мастера боевых искусств Брюс-Али. На соревнования приедут более 400 кунг-фуистов из разных регионов России, а также из Китая, Казахстана и Кыргызстана. Кунг-фуисты выступят в четырех направлениях. Полноконтактные бои, борьба в стойке, выступления с оружием, бои на мечах. Все эти техники сейчас отрабатывают в школе кунг-фу Владимира Суркова. Мастерами кунг-фу не рождаются. Мастерами кунг-фу становятся. Опасности не пугаются. Приемы точны, все сбудется. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.